После перелета из Томска в Москву 20 августа прошлого года Алексей Навальный потерял сознание. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали и через два дня доставили для лечения в Берлин, в клинику Шарите. Российский оппозиционер пробыл в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории Бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и во Франции. В сентябре Навальный покинул Шариты и некоторое время находился в Берлине. Причем не на каком-то секретном спецобъекте, а в скромном отеле под охраной полиции. Как выяснила тогда ДВ, первая фотография Навального после его выписки из больницы, судя по его инстаграму, скорее всего, была сделана в парке Тиргартен в центре Берлина, где-то на этих скамейках, от которых до Бранденбургских ворот всего полчаса пешком. Затем реабилитацию после отравления Навальный проходил на юго-западе Германии в регионе Шварцвальд, известном своими минеральными источниками и чистым горным воздухом. А именно в этих краях в общине Ибах. По словам местного бургомистра Гельмута Кайзера, Навальный много ходил и бегал. Полиция старалась не допускать сюда представителей СМИ и посторонних лиц. Как сказал в комментарии ДВ бургомистер Ибаха, Навальный проживал в хорошо оборудованной квартире для отдыха. Господин Навальный был в восторге от рекреационной ценности нашей природы и ландшафта, а также от того, что у отдаленных деревень такая хорошая инфраструктура. По его словам, ему не хватало лишь быстрого интернета. Он особенно поблагодарил за гостеприимство и за возможность найти здесь покой и отдых. Он будет вспоминать Ибах как место, где можно хорошо отдохнуть после трудных времен. На жизнь общины пребывание Навального повлияло тем, что для его личной охраны было задействовано много полиции. Для такого небольшого поселка, как наш, с 360 жителями, где бросается в глаза, когда проезжает даже одна полицейская машина, это было ново. В декабре Навальный уехал из Ибаха, куда именно бургомистер не знает. Накануне оппозиционер заявил, что он уже почти восстановился после отравления. Я делал свои обычные упражнения, которые делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров. И все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Судя по фону на видео, Навальный уже находится в каком-то крупном немецком городе. Возможно, даже в Берлине. Откуда в это воскресенье, 17 января, он собирается вернуться в Москву.